Всем привет! С вами канал AlexDNPro и в этом выпуске я расскажу вам о том, как выполнять ежедневные квесты, сколько раз в день их можно выполнить, как быстро прокачать героя, а также где взять значки почета на прокачку героя и проведу обзор некоторых легендарных героев. Особое внимание уделю таким героям, как Малышник и Ворожей. Давайте начнем! Итак, начнем, пожалуй, с выполнением доски квеста. Итак, доска квеста. С повышением уровня силы, как вы видите 45 тысяч, следующий уровень откроется, добавляется новый квест, новое задание, за которое мы получаем награду. С каждым новым уровнем задание становится все сложнее, так сказать, и получаем мы за них более мощную награду. Итак, сейчас вы видите, есть такое уникальное задание, как обновить талант героя. За него мы получим 300 самоцветов. Давайте возьмем Малышник, он у меня до сих пор еще без нормального таланта. И нажимаем сменить. Использовать карту таланта. Более подробно о ней поговорим чуть позже. Вот нам предлагают заменить на такой же талант, только похуже. Кстати, если вы хотите поменять этот талант, допустим, не этому герою, то вы можете выбрать любого другого героя и поставить ему талант, который заменяемый, который выпал из карты, ну или был куплен за самоцветы. Как вы видите, талант пустяковый, менять мы его не будем. Так, получаем 300 самоцветов. За что мы их получили, давайте начнем. За выполнение квеста. Если бы у меня не было этой карты, я бы заплатил 300 самоцветов, получил бы новый талант и как бонус потом бы получил эти 300 самоцветов обратно за выполнение задания. Но, эту карту можно приобрести здесь. Обмен орденов почета. Да, выпадает такая карта часто. Раньше они выпадали буквально через день. Сейчас же примерно раз в неделю можно купить. Магазин, как вы уже могли прочесть, обновляется в 21.00. И затем можно, собственно, смотреть, что там есть, покупать какие-нибудь ништячки. Кстати, насчет этого магазина я рекомендую покупать только эту карту таланта. Ну или то, что вам, так сказать, нравится. Но не забывайте, что карта таланта стоит 300 орденов. Поэтому не тратьте это количество, дабы оно у вас всегда было. Итак, продолжаем выполнять квесты. Переходим, просвещение, пришествие монстра. Итак, как быстро прокачать героя за вот эти вот уровни. Пришествие монстра. Вы видите, у меня уже второе испытание. Здесь первый, вот я прошел первую ветку полностью. И вот уже на втором. То есть, опыта здесь дается примерно от 100 тысяч до 700. Вот именно конкретно на P4. Вот волна. Волна O. Точнее, будем делать пропуск. Потому что смысла нет еще раз атаковать. И выбираем героя. В данном случае я сейчас качаю малыша Ника. Но если вы хотите прокачать какого-то нового героя, а у вас нет книг опыта, то лучше всего и быстрее всего это сделать именно здесь. Вот смотрите. Берем малыша Ника, пропуск. И получаем 270 тысяч. Но, как вы знаете, здесь складываются все бонусы. Бонусы, допустим, может случиться так, что вам за все волны будут выпадать только опыт. И в конце концов вы получите очень много. У меня на этой волне, конкретно на этой, почти 800 тысяч давалось. То есть, за один раз 800 тысяч. Это же сколько книг нужно потратить. Так, ну вот мы выполнили эту карту. Это задание. Берем получать. Так, так же обходимся с турниров героев. Но турниры героев, как вы знаете, пропустить нельзя. Потому как здесь всегда разные герои на нас нападают. В данном случае я выбрал третий уровень, чтобы было полегче и побыстрее ускоряем. Вот мы их быстро перебили. Мои герои, собственно, даже без напряга. Никто не напрягся. Расстреляли пушками и талантами героя. Так, одного раза достаточно. Заходим сюда. 25 кристаллов мы получим, если сделаем небольшое пожертвование. Пожертвование нам просят внести 30, ну 28 кристаллов. Ну, не будем там мелочиться. Вводим 30 кристаллов. Подарить. Отлично. Готово. Так, дальше. Алтарь. Наймите героев. Я же нанимаю обычно какого-нибудь слизнячка. Ну, обычно я беру по 750. Просто я сейчас потратил как раз недавно. Поэтому возьму за 150. Кстати, эти кристаллы героев советую вам тратить только, исключительно на слизнячков. Когда, конечно, вы прокачаетесь уже до такого уровня, что вам просто эти слизняки уже не нужны будут. Тогда да, тогда можете вкачивать их в гильдию или куда хотите. А, поначалу я рекомендую конкретно тратить их на героев, на слизняков. Сложный, кстати, здесь бой будет. Скорее всего я проиграю. Хотя, кто его знает, как оно еще может все приключиться. Как вы видите, череп очень интересный персонаж. Вражеский череп разбил мою команду снизу. Мой же череп разбил сверху. Но расстановка сил была неправильная. Поэтому мы проиграли. Хотя, без проблем можно сделать сейчас чуть-чуть по-другому. Изменяем настройки. Выставляем всю нашу бригаду по центру. Давайте еще вот этого возьмем дядю, да? Все, окей, старт. Ну и посмотрим, кто кого победит. Собственно, исход боя здесь уже решен. Череп сейчас быстренько всех повырубает. И затем примется кромсать его кристалл. Собственно, понятно, что от расстановки наших героев может измениться исход битвы. Так, этот квест мы тоже выполнили. Я решил начать именно конкретно с квеста, потому как... Это является одной из тем, где мы будем добывать наши звездочки. Значки почета, которые... Так, смотрите. Есть 900 тысяч ман. Так, давайте попробуем забрать их себе. Ну, раз уж мы начали нападать на героев... Тут, кстати, нужно выполнить квест, именно конкретно использовать любую магию. Что же касается наших героев. Поговорим, конечно, о них чуть позже. Ну, как вы видите, наш ворожей, малышник, даже с такими ребятами легко справляется. Конечно, тут нам наваляли под конец, но мы сделали свое дело. Так, и осталось последнее, победить с тремя огнями. Заходим на максимально открытый уровень. Выбираем по возможности. Конечно же, я рекомендую именно с башенкой. Вот, и пропускаем. Ну, собственно, я пропущу все попытки, которые сейчас есть у меня. Достаточно было двух. Так, готово. Итак, получаем все наши призы. Давайте подведем потом итог. 1700 мы получили конкретно значков почета за основную доску. Плюс мы получали там эти значки почета за квесты еще. Отдельные за эти задания. То есть, примерно 2000 мы получили значков почета. Иногда, конечно, это число достигает и до 4000. Так как иногда вы получаете, допустим, 1500-1700. Но именно конкретно на моем уровне сейчас. Вот, 41 тысяча сила. То есть, примерно 2500 получается в общем за выполнение квеста. То есть, 1700-1800 плюс 900 за оставшееся время. Иногда выпадают именно значки почета. Иногда книги, иногда еще что-нибудь. Вот, кристаллы героев. Вот, плюс вот эти вот квесты, которые там еще есть. Также за выполнение этого квеста нам дают яйцо питомца. Таких яиц, кстати, вот если нажать сюда, бывает только два. За день. То есть, если вы выполняете три раза квест, то третье яйцо вы уже не получите. В данном случае я выполнил уже два раза квест. И получу, получил максимум два яйца. Также еще три яйца можно получить, если потратить 900 кристаллов. Ну, самоцветов, простите. Так, ну давайте поставим пока выращивание. Сколько же можно выполнять эти квесты? То есть, если не тратить наши карты для смены квестов, использовать карту обновления, то в день можно выполнять три штучки. Ну, конечно же, можно и больше, вот если вы не спите по ночам. Ну, сами подумайте. Перерыв идет, кулдаун, семь часов. То есть, между первым и последним обновлением у вас проходит 14 часов. То есть, допустим, вы проснулись там, ну, в 8 часов утра, да, сделали квест. Значит, примерно в 3 часа дня вы сделаете еще, ну, и потом уже в 9 вечера, или во сколько там получится, сделаете еще раз. То есть, скажем так, один день утра, один квест выполняете утром, второй днем, ну, и третий уже вечером. Итого, у нас получается, что 7500 этих значков почета мы можем получить только конкретно за выполнение этого квеста. За выполнение вот этих вот квестов. Также, если у вас стал вопрос конкретно в значках почета, а опыт вам не нужен, вы всегда можете продать свои книги. Как вы видите, 200 книг, если мы их умножим на 400, мы получим 80 тысяч. Ну, допустим, здесь 240, я могу поднять сейчас 100 тысяч этих значков почета. Ну, мне пока это не нужно, ну, как бы, скажем так, особо не горит поднимать их. Ну, то есть, можно обменять, да, вот эти вот наши книги. Так, дальше, дальше, где еще мы их можем брать? Значит, заходим в события. Битва за факел. Вот, значит, есть битва за факел, там получаете. Битва гильдий. За битву гильдий получаете тоже по окончании. И самый, конечно, вот в гильдии интересный момент, где вы можете их получить, это битва босс с боссом. Конкретно вот третий босс на первом испытании дает эти вот значки почета. Уже четвертый, вы видите, дает ордена. Ну, ордена там, они не нужны, в принципе. Так, мы их сильно не расходуем, как значки почета. Забиваете этого босса и получаете 14 тысяч. Вот, конкретно его. Также, можно зайти вот в экспедицию. Заходим в экспедицию и начинается битва. Первый уровень, вот сейчас 600 у меня конкретно. За этого игрока. Здесь начисление трофеев ведется за уровень игрока. И за уровень оппонента, которого вы атакуете. То есть, если я сменю оппонента, противника, то и уровень трофеев может измениться. В большую или меньшую сторону, в небольших пределах. Итак, что же у нас получилось? У нас получилось 600. То есть, в данном случае, последняя башенка, десятая, всего их здесь 10, принесет нам примерно 1200. То есть, средняя у нас составит 800, где-то вот так вот. То есть, 8000 мы можем получить на этом уровне, конкретно за прохождение этих башен. Итого, у нас получается примерно 30 тысяч значков почета в день, конкретно за выполнение вот этих вот всех квестов. То есть, не считая битвы за факел и не считая битвы гильдии, которые проводятся не так часто. Также, есть еще просто арена. За каждую победу, ну, на этом уровне мы получаем от 60 до 140 значков почета. То есть, если я проиграю, получу 60. Если победа будет за мной, 140. Обновляем, смотрим, кто тут, где тут. Допустим, давайте сейчас, скорее всего, будет сильный герой. Хотя, да, я ожидал, конечно, сопротивление. Но, кстати, не факт, что я здесь еще и выиграю. Герои бывают разные, комбинации тоже по-разному сочетаются. И может даже случиться так, что с виду слабый герой может вас победить. Ну, здесь все-таки превосходство осталось за мной. Я получил 140. С повышением вот ранга увеличивается и награда. Так, здесь в день, получается, мы можем выполнить примерно 10-15 вот этих вот боев провести. То есть, собственно, получить еще 1000. В зависимости от побед и поражений. Кстати, некоторые игроки, для того, чтобы всегда выигрывать, ставят в арене. Ну, может, сейчас давайте, может, попадется сейчас, конечно, мне не попалось. Синенький герой, такой, с молотом. Спартанец. Вот его ставят. Точнее, не его ставят, а убирают всю команду. Вот, смотрите, редактировать. То есть, атакующая команда вот есть. А есть защитная команда. То есть, ее убирают, полностью всю убирают. Вот, для того, чтобы разместить героев, да? Смотрите, у меня все по центру сейчас стоят. Вот. А некоторые ее полностью убирают, для того, чтобы всегда проигрывать в поединках. Но потом, когда они заходят в игру, у них слабый ранг. И они выбивают более слабых соперников. И получают за это увеличенную награду. Но я считаю, это глупо. Раз. Второе, кстати, вот что хотел вам еще сказать здесь. Награда матча. Вот. В конце, по окончанию турнира, так сказать, сезона, вы получите определенное количество значков почета. Если вы пропустите этот момент, а именно, вот через три дня сезон закончится. То есть, он раз в неделю начинается и, соответственно, заканчивается. Вот. Как раз пропустите, проморгаете этот момент и можете получить уже не 12 тысяч там, а 7. Это все из-за ваших вот этих вот перестановочек. Так, давайте пополним. Итак, что же теперь я вам еще хочу сказать. То есть, вы поняли, да, что можно получать примерно 30 тысяч значков почета, особо не напрягаясь. То есть, не то, что там прям жопу рвать там во все. Нет, особо не напрягаясь. Можно получать 30 тысяч значков почета в день. Если подсуетиться, эту цифру можно поднять и до полтинника. Но конкретно вот на красном мече. Теперь, что касается наших героев. А именно, легендарные герои, ворожей и малыш Ник. Как вы, наверное, уже смогли заметить, а успели заметить. Прости я. Я двумя героями, конкретно ворожеем и малышом Ником, выношу всю команду. Как это происходит. Все дело в том, что у этих героев есть уникальная способность. Они атакуют противников на расстоянии. А конкретно, малыш Ник сбрасывает с небес вот такие вот ледяные глыбы. А ворожей атакует кровавыми воронами. Разлетаются от него такие вот красные, как бы так сказать, в общем, красные выстрелы такие. Вот. В форме ворона. Всего два героя и уничтожили всю команду. Причем защита была относительно хорошая. Но не самый удачный вариант. Самый удачный вариант защиты, можно сейчас давайте посмотрим, поищем, может сейчас попадется. Это кресты. Кресты, которые не закрыты полностью. Давайте поищем. Чтобы это все выглядело наглядно. Так. Что у нас здесь? Тоже какая-то глупость. Если вы хотите защитить свои ресурсы и сделать так, чтобы противник не смог вас победить, то защита базы, а именно ее построение в форме креста наиболее эффективна. Я проверял разными героями. Скажу вам, что именно крест, да, действительно, очень эффективен. Разбрасывать же или окружать, как вот, допустим, здесь сейчас сделано, не самый лучший вариант. Особенно так глупо. Так, дальше. Причем вот, когда нужно показать, эти кресты, они почему-то не выпадают. Да что ж такое? Всякий мусор выпадается. Ну, вот, как бы, это не крест, но тоже, в принципе, интересно сделано, что стены вплотную подходят к героям. Есть проход. То есть, скорее всего, скорее всего, противник захочет забежать внутрь и уничтожить какую-нибудь башенку или строение. Идея хорошая, но по факту работает не очень. Особенно, если разбросать все здания вокруг себя. Ну, вот, крест какой-то он прям непонятный. Но, тем не менее, вот, как вы видите, крест не сплошной идет, а только сами линии очерчены, а проходы оставлены. Для того, чтобы герой захотел забежать внутрь. А что ж такое? Не хотят нам, они выдавать нам этих крестов, ну, просто никак. Всякие, просто невероятно слабые конструкции. Секретная информация прям, чтобы никто о ней не знал. Так, ну, ждем, ждем. Сейчас обязательно будет, я в этом уверен. Мы их найдем. И вы убедитесь, что да, действительно, это одна из самых мощных и самых, на мой взгляд, эффективных. Систем построения нашей базы. Я просто себе не сделал такой, потому как мне защищать нечего. Я пытаюсь при выходе из игры сбросить все ресурсы. Максимально. То есть построить стены, улучшить, да, чтобы золото сбросить. И улучшить героев просвещения. Выполнить максимальное, которое допустимо у них. Так, 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 так. Ну что ж, ладненько. Пока не будем искать, что-то не попадается. Давайте лучше поговорим о наших героях, а конкретно Малышник и Ворожей. Начнем, пожалуй, с Ворожея. Так, вот у него есть такой вот талант. Наносит урон 250% от атаки пятерым вражеским единицам. То есть он бьет только живую силу противника. Будь то герои или юниты. Но по зданиям не бьет. То есть не вылетают эти кровавые вороны. Но что интересно, то что он бьет этими кровавыми воронами на всю карту. Неважно где находятся вражеские единицы. Его, этот тайный ритуал, эти вороны поразят цели. Также снизят скорость передвижения и эффективность лечения на 3 секунды. Но это еще не все. То есть этот герой, помимо того, что имеет мощный атакующий талант, еще и полностью заменяет с собой друида. Лечит 4 дружественных героев на общее здоровье 1170 от атаки. Но это в данном случае 7 уровень сейчас, как вы видите. Вот убирает все негативные эффекты и увеличивает атаку героя на 20%. Ну, там к молчанию и бедствию герои имеют иммунитет. Это не так важно, так сказать, эти эффекты негативные не так часто встречаются. Но, тем не менее, очень интересно. То есть восстанавливается буквально сразу. Стоит ему сделать эту магию. Вот смотрите, 1000 почти 200. Урон у него сейчас составляет 7000. То есть 7080 он восстанавливает здоровье с одного захода. И что интересно, что талант, его вот этот вот навык, точнее, простите, очень быстро перезаряжается. Буквально 4 удара и талант перезаряжен. Кровавые вороны вылетают и вылетают. Какой ему был бы интересный талант? Ну, талант сейчас здесь стоит просто скорость атаки. В принципе, скорость атаки это уникальный талант, который подходит в принципе большинству героев. То есть на 20% мы увеличиваем. Также ему подойдет еще и увеличение самой атаки, самого урона, простите. Так, из рун я ему поставил воскрешение. Воскрешение должно быть, я считаю, у любого героя, который есть у вас в команде. Потому что бывают моменты, когда то ли враг чуть-чуть сильнее ударил, то ли где-то как-то пропустил, моргнул, вашего героя убили. Всегда можно выйти из битвы и начать новую с целым героем. Так, малышник. В данном случае тоже стоит воскрешение. Что касается навыка. Итак, у него есть такой навык волшебный звон. Увеличивает собственную атаку на 240% и шанс критической атаки на 46%. То есть в данном уровне, 6 уровень, каждая вторая атака у него будет критическая. То есть критический урон увеличен во много раз. Итак, действует 9 секунд. Но помимо этого, начиная даже с первого уровня, у него такой как бы особый талант. Вот, бьет 100% урона, наносит 15 целям каждые 6 секунд. То есть где бы ни находились эти цели, правда выбираются они случайным образом, он наносит 100% урона. Так, смотрите, у нас здесь получается почти 7000 урона. То есть 7000 урона на 15 целей. Но когда срабатывает усилитель атаки, а в данном случае вот его собственный волшебный звон на 240% плюс критическая атака, а также усиление атаки от тайного ритуала ворожея, урон на данном этапе составляет примерно 40 тысяч. Вот, то есть 40 тысяч сразу хлоп, и все, и вырубают любые цели. Что же касается таланта, то ему было бы очень-очень кстати иметь талант, усиливающий, увеличивающий атаку. То есть конкретно урон, простите, увеличивающий урон, бог войны. Но у меня пока нет такого сильного таланта, все ищу, пока еще не выпадает. Из питомцев, я здесь поставил вот такую вот птицу грома, да, просто выпускает ракетки с каждым уроном. Здесь, собственно, инферно, тоже выпускает урон по области, который бьет. Теперь, как я использую этих двух героев. Для атаки они буквально незаменимы. А в комбинации работают очень-очень хорошо. Ой, так что-то не то. Завершим бой. Случайно, выиск князь тыква. Итак, все, что нам нужно сделать, это по разным углам, с разных сторон выставить наших героев. А именно, ворожея и малыша Ника. Так, по 7 тысяч ударил малышник, 17 ударил ворожей. Видели, сейчас желтенький был урон, 50 тысяч малышник нанес урона. Потому что у него сработал навык и критический удар. Критический удар, как вы уже слышали, 46%. То есть, каждый второй удар получается критический. Ну, примерно. Иногда чуть чаще, иногда чуть реже. Это среднее. Давайте еще раз посмотрим. В принципе, можно уничтожить героя вражеского, вражескую команду одним героем. Будь то ворожей или будь то малышник. Малышом Ником, конечно же, это сделать удобнее и быстрее. Но дело в том, что если малыша Ника начнут бить, он не сможет восстановиться. Можно, конечно же, поставить на него там всякие руны перекачки, таланты перекачки. Пока выходим. Он тоже на перекачке. Или же питомец Карасик, который восстанавливает здоровье. Кстати, я рекомендую его ставить тем игрокам, которые используют одного атакующего героя. Ну, или команду из атакующих героев, не имеющих восстановления жизни. То есть, тогда герой Карасик обязательно должен быть 50-46 тысяч урона упала с небес на вражеских героев. Как вы видите, это очень легко. Конечно же, это не стрелок. Стрелок, я считаю, один из самых таких вот уникальных атакующих героев. Но тут еще не сам факт. О, смотрите, крест. Наконец-то нам попался крест. В чем же заключается особенность? В том, что когда мы выгружаем нашего героя... Давайте одному возьмем для начала, да? О, там кто-то меня бьет, поэтому давайте возьмем все-таки двух. Кто не доживет, мой малышник. О, как сильно ударили, видели, да? Вот. И потом уже наш малышник начинает бежать в центр. А в центре уже его принимают сильные герои. Вот, завершаем битву. Ну, так вот работает эта защитная схема. Конечно, кресты бывают иногда и поинтереснее, посильнее выстроены. Это еще не самый вариант. Итак, что же касается самоцветов. В день можно получать примерно 300 самоцветов. Если особо не напрягаться, опять же. То есть, выполнять все квесты. Выполнять все вот эти вот задания, которые идут ежедневные. То есть, у них ежедневных заданий, вход в игру. Вот, давайте посчитаем. 5, 5, 10, 10. Уже 30. То есть, 30 мы получаем просто за то, что мы зашли в игру и чуть-чуть в нее поиграли. Плюс ежедневный вход. Награды дня. Вот, войти мы получаем. 4 штуки мы получили. То есть, 40. Так, того уже 70. Только за то, что мы зашли в игру. Плюс выполняем квесты. Плюс, если у вас есть возможность обновить талант, это сразу 300. 300 самоцветов. Поэтому самоцветы здесь не такая уж большая проблема. Куда стоит тратить самоцветы, куда не стоит. Значит, поначалу вам необходимо потратить самоцветы на улучшение количества рабочих. Продолжение следует.